Всем привет из города Енисейска. Меня зовут Ольга. Сегодня будет небольшая вечерняя прогулка. Сегодня наконец-то потеплело. Можно спокойно выйти погулять, не боясь замёрзнуть. Вот это улица Ленина. Но это та часть, в которой... Я сейчас иду по направлению к въезду в город. Если нужно в центр, то это вот туда. А я иду в противоположную сторону. Хотя это центральная улица. Здесь, как можно видеть, тоже не всё благополучно. Вот такие вот дома. Это один из домов, которые расселили. Они сейчас стоят вот в таком виде. Их закрыли заборчиком. Там в поле какие-то дрова сложены. Дом хороший. Тут прямо всё вот такое целое. И всё равно, видимо, будет сносить. Вот это тоже интересный экземпляр. Тут видим несколько квартир. И у всех разные окна. Вот такие пристройки. Я не знаю, они родные или их пристроили позже. Но они все стали отходить. Вот со всеми им произошла вот такая же история. Все отваливаются. Здесь ещё не убирали. Бюджетники уже вышли на субботники. Когда они... Вчера я видела. Они убили. А за вчера гребли набережную. Надеюсь, сюда тоже кто-нибудь придёт. Вот дом. Тут таблички нет, но это тоже памятник. 19 век. Несколько таких домов на улице рядом. И один уже совсем безвозвратно уделен. Можно сказать, второй ещё держится. Он тоже на грани. А вот этот тут лучше всех сохранившийся. Вон там на ставнях такие, не знаю, видно или нет. Там такие лица вырезаны. И у каждого из них своё выражение. Очень интересно. Тут вроде кто-то и живёт, а вроде и не живёт. В общем, непонятно. Вот пристройка тоже отходит. Грустно, грустно. Вот дом вроде жилой. Здесь даже есть памятная табличка. Вот. Васильев Юрий Николаевич. Врач-гуманистин. Комитет к помощи полицидным и заключённым. Вот он здесь жил. И вот вроде такой памятный дом. Всё равно вот в таком виде. Это центральная улица. По ней в город въезжают все. Её, конечно, объехать можно, но... Но там... Там ешок уже. Красота. Спилили тополя. Вот так всё стоит. Вот тут такие домики почти вросли в землю. Вон тот домик симпатичный. Рядом с ним... Это тоже памятник. Очень красивая резьба. Но вот... Можно увидеть, как он выглядит. Закрыли тряпочками окна. И всё. На этом успокоились. Я его наблюдаю вот несколько лет подряд. И с каждым годом он всё хуже и хуже. Это, конечно, ужасно. Это наследие. Вот ещё один симпатичный дом. С такой же ужасной деревянной пристройкой, которая тоже отваливается. Сразу три номера. Красота. Этот дом тоже в каком-то смысле памятный, потому что вот здесь такая надпись. Уровень воды. Тридцать седьмой год. Здесь было несколько больших наводнений. В музее есть фотография. Плавают на лодках буквально по центру города. Вот. Уровень воды. Второй этаж. Пустой. Никто не живёт. На первом... На первом вроде всё неплохо. И вон тот дом... Он сгорел. Тоже был красивый. Видно по тряпочке, которая его закрывает. Красивый был дом. Но снести не могут, потому что памятник. Он стоит. Тут пока сам развалится. Вот тут тоже так. Вот это моё любимое. Замечательные сайкинговые ворота. Как будто по промзоне гуляешь. Тут есть улицы, где прямо сплошняком такие заборы. Красота. Уют. Чувствуется. Прямо историчность города. Тут моя тень. Вот ещё тоже из серии двухэтажных. Но это немножко получше. Хотя с той стороны лучше на него не смотреть, потому что там двор. И он, наверное, даже ещё хуже выглядит, чем у остальных двухэтажных. Я их уже много показывала. Ужасно. 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 Вот там, вон, вдалеке. Такой интересный домик. Кто-то себе строит новый дом такой. Он как бы в каком-то скандинавском стиле, наверное. Не могу сказать, что он мне нравится, но он, по крайней мере, как-то выгодно выделяется на фоне всех, которые общаются сайкингом. Он хотя бы такой деревянный, с балкончиком. Балкончики здесь редко. Это не наша архитектура. А вот у него есть. Здесь ещё одна такая тихая улица. Я здесь давно-давно не была. Ну, вот тут тоже заброшенные дома. Ну, всё, как мы любим. Авиабилеты. Надо же. Все авиакомпании, все направления. Здорово. Я даже не знала, что он здесь есть. Вот тут мусор уже убирали кто-то, наверное, жители. Вот, наверное, из этого симпатичного дома. Ну, может быть. Не знаю. Но себя убрали, а вот здесь уже нет. Так вот шифер сложили и бросили. Ну, в общем, всё вот так, без сюрпризов. Здесь тихо. Такой, ну, почти тихий центр. Можно спокойно гулять. Там, конечно, очень шумно на Ленина. Когда-то я ещё помню, тут можно было в любое время переходить улицу в любом месте. Вообще не глядя. А сейчас нужно смотреть по сторонам, потому что машин полно. Все ездят, все газоны разъездили. Делали газоны. Ну, красиво, чтобы для людей. Тут там уже раз, раз. Там газон. По газону проехали, там проехали. Ну, какая улица. Вот асфальт заканчивается. А дальше уже нету. Ну, я думаю, дальше идти смысла особого нет. Солнце красивый, закат. Вообще, мне нравится Енисейск именно вот в такое время. Такое, ну, летом после шести, после семи вечера, когда вот так солнце уже начинает садиться. Москва мне, например, нравилось уже, когда было темно. Я даже гуляла только в это время практически, когда уже до улицы было темно. Так, хорошо там появляется какой-то особый, особый шарм. А Енисейск мне нравится вот в такое время. Ну, вот, дальше. Дальше я там уже показывала частично. Там выезд. Ну, там начинается город, там въезд. Там дом культуры и комар, которого я тоже уже показывала в прошлом году. Охранник города, подарок местной художнице. Если пойти вот дальше по этой улице, да вниз, там будет пруд. Там будет механический завод. Ну, то, что от него осталось. И, ну, наверное, все. Поэтому я пойду еще немножко пройдусь. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.